Сегодня опять говорим про цену биткоина, и да, очень и очень крупный прорыв появится от 24 до 48 часов. Поговорю сегодня не только про то, куда мы прорвемся, я также расскажу вам про свой следующий трейд, про мою входную позицию, когда буду выходить, и как собираюсь сыграть на рынке в ближайшее время. Обязательно приготовьтесь к этому, потому что то, о чем я поговорю сегодня, это прорыв этого паттерна. И знаете что, ребята, этот прорыв будет включать в себя, примерно, и я вам серьезно говорю, ребят, движение на 10 тысяч долларов. Пойдем мы наверх или пойдем вниз, а об этом мы сегодня и поговорим. Но для начала, перед тем, как мы перейдем к контенту, я хочу попросить вас, ребята, уделить мне полсекунды вашего времени, пуститься под видео и поставить ему лайк. Это все, о чем я вас прошу. Пишите комментарии, если хотите, но что самое важное, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Потому что если вы поддержите YouTube-алгоритм, вы поможете этому контенту достигнуть всего мира, а также сделаете нашу семью больше. Это единственное, чего я хочу. Хочу, чтобы этот контент дошел до всего мира. Так что, ребята, пошумите с алгоритмом. А сейчас давайте все-таки переходить к контенту. И начнем мы сегодня с цены биткоина, конечно же. Окей, давайте об этом поговорим. Кстати, ребята, если вы хотите торговать на этой будущей волатильности, будьте осторожны. Я расскажу про потенциальный ложный пробой тоже. Но также в описании у нас есть ссылки на бонусы, которые действуют последние дни. На Байби 1600 долларов. Думаю, даже 1610 бонусов. Кликайте по этой ссылке из описания, регистрируйтесь, и после депозита можете получить 1600 долларов совершенно бесплатно. И все это по моей ссылке из описания. Итак, прямо сейчас мы на четырехчасовых свечах биткоина. Он все еще укрепляется между поддержкой и сопротивлением. Но вот что я считаю довольно интересным. Прямо сейчас мы зашли в последние 30% паттерна. Именно в такие моменты мне нравится трейдить. Мне не нравятся трейды на предыдущих прорывах. Для меня они не имеют никакого смысла. Чем больше мы укрепляемся внутри этого паттерна. И при этом, чем больше мы укрепляемся в этом паттерне, с уменьшающимся объемом, видно это здесь, внизу, тем более волатильным этот прорыв будет, и тем меньше вероятность увидеть ложный пробой. Прямо сейчас, чем больше мы укрепляемся, а прорыв будет в ближайшие 24-48 часов, скорее раньше, чем позже, Чем больше мы укрепляемся в паттерне, тем более волатильным будет прорыв наверх или вниз. И прямо сейчас, если говорить про потенциальное направление, очевидно, биткоин сейчас, к сожалению, в медвежьем тренде, который привел к этому паттерну. Поэтому вероятность пробиться вниз у этого паттерна больше. И в этот момент я хотел бы поговорить про видео. Так, сейчас секунду, на фронталку переключусь. К видео, которое я сделал вчера. Вчера я говорил про направление, про которое я думаю. И я говорил про вайков паттерн. Да, на русском этого видео нет, но если хотите, я могу его перевести. Напишите в комментариях. Потому что оно вышло поздно, и я его увидел только утром. Я говорил там про потенциальный ложный пробой. И лично я думаю, что несмотря на то, что, ну, допустим, он пробьется вниз, я не думаю, что мы достигнем целевой цены. Если открыть здесь, я думаю, что самый худший сценарий мы уже прошли. Я лично бы не ставил на то, что биткоин дойдет до 20 тысяч. Это утверждение я полностью разъяснил. Люди частенько критикуют меня. И вот вам объяснение. Я не думаю, что биткоин уйдет вниз до 23 тысяч. Возможно ли это? Да. Но вот что я думаю. И да, это только в случае, если мы пробьемся вниз. Я бы не шортил здесь. Даже на подтвержденном прорыве вниз. Конечно, возможно, что я не прав здесь. Но лично я думаю, что в случае прорыва вниз, у нас, скорее всего, будет ложный пробой. Последнее событие ликвидации. Последнее событие с красным объемом. Когда рынок высосет все из последних медведей. Перед тем, как мы развернемся наверх. Однако, если же цена прорвется наверх, тогда это будет еще одно. Движение от 38 тысяч. До почти что 50 тысяч. Движение на 10 и 11 тысяч на биткоине. И да, объем здесь уменьшается, а волатильность увеличивается, укрепляясь в паттерне. И я думаю, что это потенциальный сценарий для биткоина. Это будет явно непросто. Это уж 100%. Возможно, будут фейковые выходы. Возможно, еще немного походим по сторонам. Это точно не будет легко. Но биткоин выберет один из этих двух сценариев. И лично я думаю, что... что бычий сценарий сейчас вероятней. Так же, очень много медиа сейчас появляются и пишут. Например, опять про Джей Пи Морган. Эти... Ладно, не хочу их никак называть. В общем, эти ребята пишут о том, что Джей Пи Морган говорит, что крупные инвесторы не закупались на падение биткоина. И что цены упадут еще ниже. Хотя буквально пару недель назад они говорили другие вещи. Кстати, да, ребят, подписывайтесь на меня в инстаграме. Так вы сможете узнать всякие личные вещи про меня. Где я нахожусь, что я делаю и что говорю про биткоин. Рассказываю там про какие-то прогнозы, но по большей части про жизнь. Например, про вот эту виллу. Показываю отличные виды. Но что самое важное, я показываю дополнительный эксклюзивный контент. И именно в инстаграме. Эксклюзивно для всех подписчиков. Так что подписывайтесь. Прямо сейчас я буду ждать, пока появится этот крупный прорыв. Потому что если открыть здесь EMA Ribbon, вы увидите, что мы все еще на медвежьей стороне. Ретестим снова и снова и снова. И чем больше мы это тестим, тем больше вероятности того, что он прорвется. Но подождем и посмотрим, сможет ли биткоин перевернуть EMA Ribbon. Потому что пока что мы на медвежьем тренде. И биткоину нужно уйти выше EMA Ribbon, чтобы перейти на другую сторону. Как видите, сейчас мы снова касаемся. В общем, подождем и посмотрим, что случится. На часовом графике уже все перевернулось. Но четырехчасовой график на порядок важнее. В общем, для начала нужно уйти выше. Затем, наконец-то, пробиться через нисходящую линию тренда. А этого пока не случилось. Пишите в комментариях, ребята, прорвемся ли мы наконец-то наверх. Или все-таки уйдем еще ниже. Мне очень интересно узнать ваше мнение. И, конечно, переходите по ссылкам. Я получу бонус, и вы получите бонус. Эти бонусы останутся всего лишь на пару дней. И, как обычно, ребята, огромное спасибо за вашу поддержку. За каждый ваш лайк и за каждый коммент. Иногда у меня по две тысячи комментариев. И я читаю где-то 200 из них, или типа того. И если вы оставите какой-то хороший коммент, и люди будут за него голосовать, то есть большая вероятность, что я его увижу. И, скорее всего, отвечу на него. В общем, спасибо вам, ребята. Я постоянно стараюсь инвестировать свое время в вас. Поговорить с вами, ребята. Я считаю это важно. Иногда я даже встречаю подписчиков прямо на улице. И это всегда замечательные встречи. И я всегда делюсь ими в Инстаграме как раз. И я всегда рад встретить этих людей. Потому что вы меня видите, а я вижу только линзу камеры. Но, если честно, встречать вас лично, это очень-очень приятно. Потому что я недавно осознал, что у меня очень умные подписчики. Думаю, аудитория другая, когда ты делаешь пранки или типа того. Да, я, конечно, тоже такое смотрю иногда. Но все-таки наши комьюнити на порядок умнее. У всех людей есть желание изучать биткоин, изучать что-то про финансовую свободу и про будущее монетарной системы. И это в конечном итоге поможет вам быть на самой верхушке мира. В общем, спасибо вам за то, что являетесь частью нашей семьи. Если же нет, обязательно подписывайтесь на наш канал. Мы увидимся совсем скоро в новом видео на ММКрипте. И как обычно, ребята, как обычно. Пока-пока.